Добрый вечер! Мы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. Дозвониться к нам в студию можно по телефону, который вы видите на экране. 71440-71450. Мы с удовольствием выслушаем ваши вопросы. Но общаться сегодня мы будем с начальником социальной защиты населения Жанны Альбертовны Пеняевой. Добрый вечер, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас в студии. Вы не отказываете никогда нам во встречах. И это очень нам приятно, очень важно и нам, и нашим жителям. За время бесед ваших предыдущих, здесь в программе «Диалог», люди всегда узнают о том, что же происходит в социальной сфере, в сфере социальной помощи людям. И сегодня мы тоже об этом поговорим. Начать хотелось бы с, как говорится, уточнения все-таки, что сегодня, чем сегодня занимается социальная защита, чем продолжает заниматься и какие, возможно, новые моменты в этой службе сегодня. Из года в год меры социальной поддержки для граждан, проживающих на территории Московской области, увеличиваются. И 2019 год он не стал исключением. И помимо всех мер социальной поддержки, которые получают на сегодняшний момент граждане, жители городского округа Щелково, прибавились и новые меры социальной поддержки. Мы сегодня о них обязательно поговорим, наверное, это будет всем интересно. Начать тему хотелось бы такую интересную, связанную с движением, с движением людей, с передвижением людей. Сейчас открывается у нас очень много возможностей людям добраться в Москву, из Подмосковья. Недавно открылись на московских центральных диаметрах перевозки, людям стало проще, у людей стало больше возможностей, и у людей есть возможность ездить бесплатно. Что это за категории населения, которые могут сегодня проехаться до Москвы и в пределах Подмосковья совершенно бесплатно? Принято решение губернатором Московской области, и с 21 ноября определены 4 категории граждан, которые также теперь имеют право ездить бесплатно на метро и по Московской кольцевой железной дороге. Это самая, скажем так, значительная часть льготников, это пенсионеры до 60 лет. Ну, это не секрет, что с 2018 года такое право имели только пенсионеры, которые старше 60 лет. Но теперь, скажем так, в свое время не совсем, скажем так, малочисленная часть граждан имеет право бесплатного проезда по Москве. Конечно, это большое подспорье для граждан пожилого возраста, для пенсионеров. Поэтому сейчас эту льготу очень легко для себя получить, придя просто с социальной картой либо в управление соцзащиты, либо в МФЦ, и перекодировать свою социальную карту, в результате чего человек получает бесплатный проезд на метро. То есть это дело нескольких секунд, ожидать ничего не надо, человек приходит, перекодирует и может пользоваться этим правом. На сегодняшний день уже большое количество граждан перекодировали свои социальные карты, поэтому приглашаем в управление на улицу Сверской, дом 14, ну, либо в МФЦ, кому как удобно. Я поняла, социальные карты предполагают проезд только на метро или все-таки еще какие-то виды транспорта есть? У нас пенсионеры имели бесплатный проезд по Московской области. Граждане льготных категорий, такие как инвалиды, ветераны боевых действий, то есть это федеральные льготники, они уже имели проезд не только по Московской области, но и по городу Москве. Поэтому этим гражданам приходить не надо. У них все бесплатные проезды уже активированы в социальной карте жителей Московской области. Мы к себе приглашаем только тех, у кого этого проезда не было по городу Москве. То есть, я поняла, если у жителей есть люди, которые услышали информацию, пожалуйста, обратитесь или в МФЦ, или в Центр социальной защиты. В Щелковское управление, социальные защиты, по улицу Сверская, дом 14. Да, замечательно. И бесплатный проезд вам обеспечен. К тому же тема очень действительно актуальная для людей предпенсионного возраста, которые хотят, может быть, поменять работу. Или найти работу и, возможно, как-то изменить свою жизнь сегодня тоже с этим, я знаю, вы помогаете. Это называется переобучение, насколько я поняла, переобучение людей. То есть, вы обучаете и компьютерной грамотности, помогаете людям освоить компьютеры. И в то же время приобрести какие-то навыки, может быть, в другой сфере, которая более сегодня популярна. Как это происходит? Я вот в дополнение к первому нашему вопросу назову еще три категории, которые получили это право. Это как раз вот те предпенсионеры, о которых мы будем говорить далее. У них тоже теперь есть право. То есть, это женщины от 55, мужчины от 60 лет. У них есть тоже право бесплатного проезда на метро в Москве. Значит, также этим правом могут воспользоваться один из родителей, инвалида с детства. Если этот инвалид не достиг 23-летнего возраста и обучается по очной форме. Потому что гражданам маломобильным иногда необходимо сопровождение. Сами инвалиды с детства, они имели бесплатный проезд. Но часто были обращения, что человек едет по каким-то вопросам, да, и теперь такое право есть и у этого человека. Либо это опекун или приемный родитель ребенка-сироты. Также имеет право. Ну и в дополнение скажу, что теперь на железно-дорожном транспорте имеют льготный проезд дети от 5 до 7 лет. То есть таким родителям данной категории детей можно получить справку для бесплатного проезда по железной дороге. Это тоже было принято с 21 ноября. И сейчас мы эти справки выдаем. Да, ну и вернусь к этой помощи в переобучении. Как это происходит? То есть как у людей появляется возможность получить другую профессию? Где это происходит? На сегодняшний день данный проект по переобучению предпенсионеров, он у нас действует в нашем центре занятости. Это национальный проект, демография, по которому на сегодняшний день происходит переобучение граждан предпенсионного возраста. Уже в 2019 году через центр занятости прошли переобучение 144 гражданина предпенсионного возраста. В этом году данный проект не заканчивается. То есть этот вид деятельности нашего центра будет продолжен и в 2020 году. Уже планируется переобучить 40-50 граждан предпенсионного возраста. На сегодняшний день переобучение проходили по специальности оператор персонального компьютера со знанием 1С, бухгалтерской программы. На следующий год планируем расширить спектр и уже будем ориентироваться на пожелания граждан предпенсионного возраста, для того, чтобы это учесть при рассмотрении образовательных учреждений, которые будут оказывать услугу по переобучению. Интересно. То есть активно люди, я так понимаю, откликаются, да? Да, да. И также мы приглашаем те, кто об этом не знали, могут обратиться в наш центр занятости и получить более полную информацию по данному вопросу. То есть это женщины 55, мужчины 60. Ждем. Здорово. Вот эта новая программа губернаторская, еще одна, по-моему, очень важная, сегодня активно развивается и люди, в общем-то, активно к ней присоединяются. Это тема активного долголетия. Я знаю, что и у вас она тоже поддерживается всячески. Расскажите, пожалуйста, какие именно моменты, вот именно социальная защита в этом плане курирует, что происходит? Вы правы, начал действовать проект губернатора Московской области «Активное долголетие». Изначально был определен топ-10 тех занятий, которыми готовы заниматься граждане предпенсионного возраста и граждане пенсионного возраста. И также были определены центры, комплексные центры социального обслуживания. У нас в городском округе тоже такой центр есть. Он находится на улице Толстинская, 47, который и является координатором по предоставлению услуг гражданам пенсионного и предпенсионного возраста. Кроме того, были внесены изменения в закон Московской области, по которому вот эти 10 услуг, ну скажем так, топ-10, да, это скандинавская ходьба, художественные, там, спортивные мероприятия, они также отнесены к социальным услугам, которые нашим центрам оказываются бесплатно. И это мало важно. Это также большое подспорье для граждан пожилого возраста, когда по интересам человек может выбрать для себя ту или иную социальную услугу и совершенно бесплатно может ее получить. Значит, вся информация по всем видам вот этим вот топ-10, она располагается либо на сайте нашего комплексного центра, там есть календарь, он называется календарь долголетия, который актуализируется ежемесячно, и гражданин может выбрать любую активность, посмотреть данный календарь. Кроме того, есть приложение, социальное приложение, причем обучение компьютерной грамотности, это тоже входит в один из топ-10, и на сегодняшний день большое количество граждан пенсионного и предпенсионного возраста обращаются в наш комплексный центр не просто по телефону, как это было раньше, а подают заявку именно на мобильном приложении, которое называется «Социальные услуги». Там очень легко и просто подать данную заявку. На сегодняшний день через центр уже подали заявки 780 человек, и, скажем так, есть много желающих, которые также хотят получать эти активности. Но, скажем так, активности граждане получили гораздо больше, потому что один человек может быть активен в разных направлениях. Поэтому услуг оказано значительно больше, чем человек. Но на следующий год есть планы, что это около 5% граждан пенсионного и предпенсионного возраста будет охвачено всеми этими активностями. Но, кроме того, хочется добавить, что буквально в середине ноября закончилось голосование на портале «Добродел». Были определены 5 зимних видов, которые также уже внедряются в нашем комплексном центре. и будут совершенствоваться. На эти услуги есть спрос. Граждане узнают об этом, идут и пользуются. Это очень здорово. Звоночек поступил в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, у меня вот, грубо говоря, три обращения. Вот первое. У меня муж ветеран труда. 18 лет он на пенсии. За все эти годы он ни разу не пользовался путевкой в санаторий. Ну и поездками тоже. Со слов людей ему что-то положено через определенное количество времени. Вот ответите. Это первое. Второе. Ежемесячно мы получаем льготы от зоносащиты. Значит, счетчики по воде. У нас потребление воды почти что всегда одинаковое. Но каждый месяц мы получаем разное начисление льготы. В одном месяце одна сумма. В следующем месяце все то же самое, а она меньше. В следующем месяце серединка. Вот. И третье. Я неоднократно обращалась на заботу у нас в микроинзоречном. Чтобы наверху, вот здесь, на Пролитарском проспитке, на Космодемьянской, Комсомольской, Полевая, чем-то занялись с нами, с пенсионерами. Я так уже столько лет прошу сделать скандинавскую дорожку, освещенную Лужину. Вот перед вами была передача Николая Николаевича. Я тоже позвонила. Ну, в эфир меня сказали, что мы передадим. На следующий день позвоним. Несмотря на то, что Николай Николаевич у нас живет, у нас наверху, в Приреске в микрорайоне, так и не позвонили. Вот я бы хотела, чтобы вы обратили особое внимание и с нами занялись, с пенсионерами в Приреске наверху. У нас здесь только комод, глобус, касторама и кладбище. И все. И наши дома. Вот, пожалуйста, обратите на нас внимание и давайте займемся нами. Спасибо, извините. Я буду ждать результата. Благодарю вас за понимание и за внимание. Благодарим за звонок. По первому вопросу. Предоставление путевки ветеранам труда. Путевки бесплатные предоставляются федеральным льготникам. Это которые инвалиды, участники войны. Эти путевки предоставляются бесплатно на основании справки от участкового врача и заболевания. Всем гражданам, ветеранам труда путевки предоставляются только при определенном уровне дохода. То есть всем ветеранам труда, независимо от того, от дохода, какой у человека, путевки не предоставляются. То есть обязательно должен быть доход не превышать полуторакратную величину прожиточного минимума. То есть это нужно предоставить документы? Да, это нам необходимо предоставить документы о доходах. В конкретном случае, если вы оставили свой телефон и фамилию, имя, отчество, я готова в вашем конкретном случае посмотреть, каков доход семьи. И тогда уже ответить на этот вопрос, конкретно возможно или нет. Значит, то, что касается предоставления льгот по ЖКХ, ветеранам труда льготы предоставляются в соответствии с нормативом. Если, как вы сказали, у вас ежемесячно разные суммы выставляются в квитанциях, соответственно, сумма компенсации также может отличаться, здесь необходимо подойти с оплаченными квитанциями на улицу Краснознаменская, дом 12, в первый кабинет, для того, чтобы мы проверили начисления, которые нам предоставляют управляющие компании, сравнили с теми суммами, которые вы оплачиваете. И если есть недоплата, то на основании квитанции мы проведем перерасчет и проведем доплату. Ну и по поводу скандинавской ходьбы. Ну, если у вас есть возможность, приходите к нам в комплексный центр социального обслуживания на улицу Толсинская, 47, где у нас также есть две группы, которые занимаются скандинавской ходьбой, милости просим, всегда рады. То есть это, в принципе, недалеко получается от того района. Просто здесь, я так поняла, идет речь даже о том, что люди хотят, чтобы непосредственно в их дворах, на ближайшей территории были обустроены такие вот площадки. Я думаю, что данный проект, он сейчас только набирает свои обороты. Поэтому будут, думаю, во всех дворах. Но вот на сегодняшний день, пожалуйста, если есть желание, можно обратиться либо в комплексный центр и там получить услугу по скандинавской ходьбе. Мы рады. Да, я думаю, что в любом случае эта программа уже действительно только началась. Если мы говорим о том, что у нас сегодня пенсионеры и люди предпенсионного возраста, у них есть возможности сегодня, в том числе социальная поддержка такая. Я думаю, что с развитием этой программы появятся возможности еще большие. И люди действительно будут активно включаться в работу. Ну, а собственно говоря, опять же, обратитесь, давайте еще разок адреса назовем, куда люди могут приходить, вот в эти ваши подразделения. Город Щелково, улица Толсинская, дом 47. Комплексный центр социального обслуживания населения. Часы работы с 9 до 18, с понедельника по пятницу. Я надеюсь, мы удовлетворили интерес наших зрителей по этому вопросу. Еще подсказывает звоночек мне. Давайте, наверное, послушаем, если так активно жители. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я могу уже говорить, да? Да, 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 мы вас слушаем. Ага, все. Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна. У меня в феврале месяц уже полный трудовой стаж, 50 лет. Безупречной работы и непрерывно трудового стажа. Скажите, пожалуйста, я могу что-то за это иметь? У меня нет никакого терраса, никто ничего нам в свое время никогда не давал, когда я работала. Все как-то это мимо нас проходило. Вот, это первое. Значит, что-то я могу иметь за это, как говорится, непрерывный трудовой стаж, 50 лет. И второе. Я человек достаточно активный, и хотелось бы свою активность, сидя на пенсии, куда-то использовать. Можно это сделать? Компьютером я владею безупречно. Компьютером я владею безупречно. Ну, я не то, что в качестве работы, а в качестве какой-то общественной работы, скажем так. Волонтерство у нас всегда приветствуется. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Ну вот, активный житель, пожалуйста. Да, у нас предусмотрена выплата гражданам, которые имеют стаж 50 лет. Они также должны обратиться на Краснознаменскую 12 в первый кабинет для оформления выплаты. Выплата для граждан, которые не имеют никакой льготной категории, но имеют стаж 50 лет, полагается в размере 1300 рублей. То есть это ежемесячная выплата, и при назначении в последующем человек уже получает эту выплату. Ну вот, то, что касается активной жизненной позиции, здесь уже вы звоните, скажем так, в управление по телефону 6-98-03. Мы с вами поговорим, какие свои услуги вы можете нам предложить, да, в чем вы готовы себя показать. И мы, я думаю, найдем решение вашего вопроса. Ну так здорово, что люди проявляют такую хорошую инициативу. Да, у нас есть такие граждане, которые, допустим, на волонтерских началах преподавали английский язык в комплексном центре социального обслуживания. Это очень нравится нашим гражданам пожилого возраста. Они с большим интересом занимаются изучением иностранного языка. Поэтому, если граждане готовы на волонтерских основаниях, мы только за. Да, куда прийти просто, вот еще раз. Либо в управление соцзащиты подойдут, и мы тогда уже определимся, обговорим все вопросы, просто понимать, что бы человек хотел для себя. Да, а вот трудоустройство на вот таком моменте, ну волонтеры, понятно, а трудоустройство, оно вот, вы способствуете, может быть, какому-то моменту трудоустройства человека, если он пришел к вам и обратился, да, можете в этом помочь? Ну, у нас есть центр занятости, одна из услуг, которая оказывается, да, если человек нуждается в трудоустройстве, они могут обратиться в центр занятости. То есть там помогут, направят, там какое-то резюме или что нужно вот человеку? Ну, человек может и сам обратиться непосредственно туда, и уже по мере того, что человеку необходимо, в этом случае уже ему будут предложены. Но в данном случае человек является пенсионером, насколько я поняла, и, конечно же, пенсионеру не будет предложена вот работа через центр занятости, то есть на учет уже не смогут поставить, как ищущего работу. Давайте еще раз повторим, если не сложно, телефоны, зрители, жители просят. Это телефон нашей горячей линии 56 6 98 03. 56 6 98 03. По этим телефонам вы можете узнать всю подробную информацию. Еще несколько тем, я думаю, что сейчас мы, наверное, прервемся на небольшую рекламу, а после этого еще несколько очень важных социальных тем обсудим. Я думаю, что и зрители нам помогут, задавая свои вопросы. Еще раз напомню, что работаем мы в прямом эфире по телефонам 7 14 40 7 14 50. Можете позвонить нам в эфир и задать вопросы начальнику социальной защиты населения Жанне Пеняевой. Ну а теперь прервемся на рекламу. Возвращаемся в студию, продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим о мерах социальной поддержки и защиты населения нашего городского округа, конкретно Жанне Пеняевой. Жан, хотелось бы, знаете, перейти к теме сегодня, вот самый такой важный. Отмечается День инвалида у нас в стране. Считаю, что искренне очень важно уделять этой теме внимание, потому что это люди и говорят, что это ограниченные возможности. Но их возможности, на самом деле, мне кажется, более даже бесконечные и сильные, чем у обычных человек. Потому что людям приходится преодолевать. Преодолевать многое. И в этом моменте, я так понимаю, соцзащита тоже принимает активное участие. И в том числе льготы положены и группам людей, и группе этих людей, и людям, которые помогают этим людям в их жизни. Расскажите, пожалуйста, об этом. Сегодня на территории городского округа Щелково проживает около 14,5 тысяч граждан с ограниченными возможностями и около 800 семей с детьми инвалидами. В соответствии с федеральным законом определен ряд мер социальной поддержки для категорий граждан, которые имеют различные группы инвалидности. Во-первых, это бесплатный проезд Москва и Московской области, о чем мы уже сегодня говорили. Во-вторых, это льготы по квартплате и коммунальным услугам, также для любой категории граждан и для семей с детьми инвалидами. То, что предоставляется через управление соцзащиты. Кроме того, это путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями. То есть человек берет справку участкового врача для получения путевки и предоставляет ее в Щелковское управление. Уже в зависимости от этого выделяются путевки. Но хочется отметить, что на сегодняшний день не все 100% граждан, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, мы обеспечиваем эти путевки. Также есть информация на сайте Щелковского управления для тех граждан, которые состоят уже в реестре нуждающихся. То есть они могут отследить движение своей очереди по реестру и также посмотреть, какие путевки выделялись в текущем году. Ну, технические средства реабилитации, основная масса, она предоставляется через фонд социального страхования. Значит, у нас также предоставляются дополнительно технические средства реабилитации. Перечень их увеличивается. И все необходимые технические средства реабилитации, они также по назначению врача разрабатывается индивидуальная программа реабилитации в Бюро медико-социальной экспертизы. И уже после чего человек, приходя к нам, это есть определенный перечень именно региональных технических средств реабилитации. Он отличается от федерального, он идет в дополнение к федеральному. И уже человеку выдается сертификат на получение вот этих технических средств реабилитации. Также можно на сайте Щелковского управления ознакомиться с этим перечнем, либо уточнить по телефону управления. Это вот то, что касается льгот. Ну и, наверное, много было вопросов в этом году, потому что многие граждане, особенно одинокие, они нуждаются в помещении, в дома-интернаты. Что также рассматривается комиссией Министерства социального развития Московской области. Для таких граждан, которые нуждаются в помещении, в стационарные учреждения, но в то же время у таких граждан есть человек, который готов осуществлять круглосуточный уход, предусмотрена выплата в размере 19 696 рублей в месяц. Эта выплата назначается на 6 месяцев. Но, повторюсь, что прежде чем данная выплата гражданину назначается, инвалид, который нуждается в постоянном постороннем уходе, он должен быть признан нуждающимся в помещении в стационарное социальное учреждение. И только после признания его нуждающимся мы рассматриваем вопрос о назначении выплаты тому человеку, который подал заявление в управление о назначении данной выплаты. А что это, специальная комиссия выезжает в заключение врача? А что это за... Ну, для начала мы оформляем стационар, да, есть определенный перечень документов. Это, конечно же, медицинское заключение, потому что дома-интернаты, они бывают обычные и для психохроников. То есть в зависимости от вида заболевания у гражданина уже идет и решение комиссии при помещении гражданина в тот или иной дом-интернат. Это решение принимает комиссия Министерства социального развития. Мы как территориальное структурное подразделение готовим пакет документов, то есть оказываем содействие в сборе документов, если это необходимо. Опять же, есть срочная услуга в нашем комплексном центре социального обслуживания, которые также могут оказать содействие в сборе документов, если это необходимо. Потому что человек может быть одинокий, да, и ему некому оказать помощь, поэтому также вот комплексный центр социального обслуживания, где есть отделение срочной социальной помощи, оказывает такой же вид социальных услуг. И уже по признании человека, также при подаче заявления гражданином, который хочет осуществлять уход, человек также предоставляет определенный пакет документов и уже комиссионно также рассматривается и принимается решение о назначении выплаты. При назначении выплаты, после, вернее, назначения выплаты осуществляется строгий контроль за осуществлением ухода тем человеком, который получает выплату. Потому что данная мера, она предусматривает круглосуточный уход и проживание с этим инвалидом. То есть это полностью замещает помещение человека в дом-интернат, где за ним осуществляется круглосуточное наблюдение и круглосуточный уход. То есть здесь надо понимать, что это большая ответственность, что это сложно, то есть здесь свои нюансы. Я почему-то вспомнила фильм, не наш, западный фильм «Один плюс один», где молодой человек помогает мужчине в инвалидном кресле. Он не просто ему помогает справляться с какими-то жизненными, он его, скажем так, поддерживает. Здесь этот момент, наверное, тоже важный. Я просто была как-то на юбилее вашего центра, была на одного из подразделений, и там люди приходили туда, я видела их глаза, я видела, как они говорят, о чем они говорят. Это люди, которые помогают группам населения, которые нуждаются в защите, в поддержке, проводят, привозят им продукты, с ними занимаются по дому. И вот труд такой, знаете, очень ценный, очень нужный. Я просто хочу сказать, что это важно. Да, у нас сейчас также работает на территории городского округа Щелка автономная некоммерческая организация, центр по оказанию именно социальных услуг на дому. Также услуги могут быть оказываться как обычные услуги, да, также и медицинские. То есть, возможно, различные виды помощи, о которых также можно узнать в нашем управлении. Через наше управление оформляется индивидуальная программа получателей социальных услуг, после чего уже с человеком непосредственно, опять же, выясняется, какие услуги ему необходимы. То есть, кто-то ограничивается походами в магазин, да, и он может еще себя обслуживать. Но есть граждане, которые лежачие, не имеют родственников. И в этом случае социальные работники становятся детьми, близкими, да, настолько близкими, что наши подопечные считают их чуть ли не родственниками. Поэтому все люди, которые работают социальными работниками, им надо отдать должное. Это работа, требующая больших сил, энергии для того, чтобы оказывать такого рода помощь гражданам, именно нуждающимся в этой помощи. Да. Ну, перейдем к теме. Очень важный, очень сегодня такой животрепещущий для многих – это семья. Создание семьи, укрепление семьи. И знаю, что и в этом тоже ваш центр играет очень большую роль. Да, на сегодняшний момент в городском округе Щелково работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – семья. Который, скажем так, основной целью его является поддержание и оказание помощи тем семьям, которые попали на сегодняшний момент в трудную жизненную ситуацию. Да, это не обязательно может быть малообеспеченная семья. Это вот в принципе, ну, для всех же разные бывают ситуации, да, и поэтому специалисты, которые работают в данном центре, они оказывают также различные виды помощи нуждающимся. Это и малообеспеченные семьи, и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это могут быть и семьи с детьми инвалидами, и многодетные семьи. То есть это широкий очень спектр семей, да, в которых есть несовершеннолетние дети. И вот на сегодняшний момент в нашем центре буквально на этой неделе была презентована программа «Будущее за семьей». Эта программа рассчитана на два года, хотя помимо данной программы в центре существует несколько отделений, которая – это участковая социальная служба, которая охватывает весь Щелковский район и оказывает услуги на территории всего Щелковского района. Также вот принята программа «Будущее за семьей», целью которой является, скажем так, сплочение семьи. Семья – это главное, основное, и дети наши должны воспитываться в семьях, а не содержаться в детских учреждениях. И как бы те направления в данной программе, они как раз способствуют сплочению семьи, да, налаживанию взаимоотношений между родителями и детьми. Потому что иногда необходима работа психолога, да, и после данной работы налаживаются отношения, и семья становится нормальной семьей и совершенно спокойно дальше уже обходится без помощи наших социальных педагогов и наших психологов. Ну, есть семьи, которые нуждаются в более, скажем так, тщательной работе, когда работают специалисты не месяц и не два, а постоянно поддерживают те или иные семьи, ну, в силу различных обстоятельств. То есть это могут быть, ну, скажем так, девиантное поведение родителей, то есть никому не секрет, что, да, есть те, кто злоупотребляют и алкоголем, и наркотическими средствами. В этом случае дети нуждаются в особой опеке, дабы не попасть в среду. Культурное влияние в то же среду, что родители. Поэтому все вот эти моменты, они сейчас отрабатываются и будут продолжать отрабатываться специалистами центра. И вот одним из направлений данной программы, которая называется, это по сохранению семьи, чтобы ребенок оставался в семье при рождении. Здесь у нас заключено соглашение со всеми субъектами профилактики. То есть при необходимости, если возникает острая необходимость, да, в работе специалистов, то здесь уже подключаются и психологи, и медики. То есть по заявкам нашего перинатального центра туда выходят специалисты и уже индивидуально работают с мамой, выясняя причины, по которым она хотела бы оставить своего ребенка. Но вот эта программа, она так и называется, отказом нет. То есть такое сейчас происходит? Да, значит, были в этом году уже положительные моменты, когда после, скажем так, вот общей работы всех субъектов профилактики, мамы забирали детей. И это очень важно на сегодняшний момент, чтобы ребенок не остался сиротой, а воспитывался в своей биологической семье со своей родной мамой. Это вот одно из направлений. Также одно из прогрессивных направлений – это IT-консультирование, когда психолог может проводить в режиме онлайн консультирование как родителей, так и детей, например, в отдаленных районах. Вот центр наш находится непосредственно в городе Щелково, а, допустим, семья проживает в Африаново. То есть для того, чтобы добраться, во-первых, это материальные затраты, а, во-вторых, это и временные затраты. И дабы избежать этих лишних затрат, очень удобно в режиме онлайн проходит IT-консультирование психолога либо с мамой, либо с ребенком, либо в целом. Иногда важно, чтобы не было перерыва между определенными занятиями, да, а семья по каким-то причинам выезжает. Здесь также плюс в том, что это консультирование может проходить независимо от того, где находится в данный момент та или иная семья. То есть эти направления, они были в том году, но сейчас их развивают в связи с развитием всяких IT-технологий, да, и не стоим на месте. Психологи различные программы разрабатывают для работы с различными категориями семей. Психологическая поддержка, несомненно, всегда важна, но важна и материальная в том числе. И я знаю, что также наши мамочки, которые сегодня и одного ребенка, и первого, и второго, и третьего, у них есть и возможность получать льготы. И я так понимаю, что вы тоже, в общем-то, об этом можете рассказать. Что сегодня полагается молодой маме, молодым родителям, мамам с детьми. Ну, оно, как бы эти меры социальной поддержки, они всегда были, во-первых, в соответствии с федеральным законом, производится выплата на рождение ребенка и выплата до полутора лет. То есть это выплаты, которые оформляются либо по месту работы, если это мама работающая, да, либо в управлении соцзащиты, если мама не работала. Если это семья, скажем так, полная, где мама и папа, то выплату на рождение ребенка папа, если он работающий, оформляет у себя по месту работы. Если мама не работает, то здесь мы маме назначаем выплату до полутора лет. Значит, ну, помимо этого, с 2018 года также есть федеральный закон, по которому производится выплата, а также семьям, чей доход не превышает определенную сумму. Это следующий момент. Это федеральное законодательство. И по областному законодательству также, если семья является малообеспеченной и доход семьи не превышает 13 тысяч рублей в месяц, в этом случае семья может также рассчитывать на детское пособие ежемесячное и на выплату при рождении ребенка. То есть это общий доход семьи 13 тысяч? Это доход одного человека, да, это доход не превышает на душу населения. То есть учитывается доход родителей, делится на 12 месяцев, потому что в соответствии с изменениями, которые были внесены в закон, справки о доходах предоставляются за 12 календарных месяцев для назначения ежемесячного пособия. И вот если доход не превышает, неважно какая это семья полная, неполная, многодетная, с ребенком-инвалидом, то есть если доход не превышает, назначается такое детское пособие. Ну и соответственно выплата на рождение тоже, как малообеспеченной семье, здесь доход предоставляется за 3 месяца предшествующих месяцу обращения. Значит, если доход не превышает у нас 13 тысяч, ну 115 рублей, в этом случае семья имеет еще на одну выплату на рождение. То есть помимо федеральной, еще и областная. Меры поддержки многодетным семьям, наверное, тоже предусматривают? Здесь вот то, что касается детских пособий, здесь мы по категориям не делим. Здесь для нас, если это федеральная выплата, ну там вот это до полутора лет, она выплачивается независимо от дохода, то вот как малообеспеченным по закону Московской области, она выплачивается жителям Московской области, то есть обязательно родители и дети должны являться жителями, то есть они должны быть прописаны в Московской области. В этом случае данная выплата предоставляется. Ну, повторюсь, это может быть и многодетная семья, но многодетные семьи у нас имеют, помимо детских пособий, право на получение компенсации по ЖКХ. Также они имеют те, кто и школьники, дети, по 3 тысячи рублей на каждого школьника, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, но пользуюсь случаем, приглашаю до 5 декабря тех родителей, у кого дети школьники в многодетных семьях и кто еще не обратился за выплатой в многодетной семье. По большому счету есть вариант подать через портал государственных и муниципальных услуг, то есть это сейчас удобно, не выходя из дома, если вы слышите и еще не обращались в этом году за этой выплатой, пожалуйста, 3 тысячи рублей. Это мы говорим сейчас о компенсации за школьную форму. Да, это 3 тысячи рублей на ребенка, который обучается в школе. Это тоже одна из мер соцподдержки, которая выплачивается через Щелковское управление соцзащиты. Ну и, конечно же, это компенсация за приобретенные путевки в оздоровительные учреждения, также можно оформить через Щелковское управление соцзащиты. Это вот в части мер соцподдержки для многодетных семей. Опять же вернусь к мамочкам, которые недавно буквально родили детей и, возможно, сейчас кормят. Есть у нас же замечательная была традиция молочных кухонь, которая, я так понимаю, скоро у нас переходит в традицию компенсировать молочную продукцию выплатой. Я правильно поняла? Что это за закон, когда он вступает в силу и как наши мамочки будут в дальнейшем поступать в этих случаях? Да, значит, с 2020 года выплаты беременным женщинам, кормящим мамам и находящимся по уходу за ребенком до 3 лет будут производиться через Щелковское управление социальной защиты населения. Внесены изменения в первый областной закон о социальной поддержке семьи и детей, в соответствии с которым уже с понедельника, с 1 числа, семьи, которые имеют детей и мамы, которые еще не имеют детей, но уже имеют срок 12 недель, они могут через портал Госуслуг подать заявление на меру соцподдержки, то есть на выплату. Значит, беременные женщины будут получать 400 рублей в месяц, мамы, кормящие по 1000 рублей в течение 6 месяцев, и дальше выплата будет назначаться на детей в размере 600 рублей, но те, кто находится на смешанном питании, то есть до 3 лет выплата будет производиться по линии Щелковского управления соцзащиты. Подать заявление можно через портал Госуслуг уже сейчас, но, повторюсь, выплата будет производиться с января 2020 года. Важный момент, о котором мы сегодня уже говорили, и еще раз хочется упомянуть, что все-таки, во-первых, социальная защита, она имеет подведомственные организации, которые работают, она связана с МФЦ, она связана с сайтом Госуслуг, то есть все сейчас в какой-то такой более-менее единой схеме взаимодействия, потому что очень важно, чтобы люди понимали, что они могут прийти и к вам непосредственно по тем адресам, где работают учреждения, они могут также через интернет посмотреть, через сайт все это, и также они могут на мобильное приложение, о котором мы сегодня обязательно должны сказать, закачав его в свой собственный телефон, гаджет, планшет, В общем-то, по этому принципу действовать и социальное такси, вот об этом немного расскажите. Да, сейчас у нас можно подать заявление на любые виды услуг, скажем так, в три места. Это управление соцзащиты, это МФЦ и госуслуг. То есть на настоящий момент портал госуслуг, он пользуется широким спросом, и у нас большое количество заявок поступает именно через портал госуслуг. Ну вот то приложение, о котором вы говорили, это мобильное приложение, социальные услуги, которое можно скачать на мобильный телефон, либо на планшет, и не выходя из дома, можно получить услугу. Не только услугу по активному долголетию, о котором мы с вами говорили, но также услугу по социальному такси, услугу по прокату технических средств реабилитации и получить различную информацию. Самое главное выбрать то направление, которое необходимо. Оставить свои координаты. И в течение 20 минут специалист нашего комплексного центра перезвонит, уточнит, какую активность вы хотите выбрать, или какие технические средства реабилитации вам нужны. Он уточнит и выяснит, и расскажет все, что будет интересовать того или иного получателя социальных услуг. Ну что ж, у нас время нашего диалога завершается. Я думаю, что очень так насыщенно поговорили сегодня, а самое главное донесли до наших зрителей и жителей, и я считаю очень важной информацией, что им есть куда обратиться. Что вот вы всегда работаете, ваши сотрудники всегда готовы помочь, подсказать, направить, ну и, собственно говоря, в общем-то, оказать такую важную социальную защиту нашему населению, о которой сегодня, наверное, важно и нужно говорить, и важно, в общем-то, все это реализовать. Я вас благодарю за то, что вы в очередной раз пришли к нам в прямой эфир, за такое очень интересное и насыщенное общение. Ну а зрителям я напоминаю, что у нас в гостях была начальник социальной защиты населения Жанна Пеняева. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Берегите себя. До свидания.